Сейчас лично мне на почту и в нашу редакцию приходит дохуище писем касательно происходящего на текущий момент времени в средствах массовой информации. Во-первых, господа, я вам скажу следующее, что я за СМИ не слежу, я за СМИ не наблюдаю, мне как трейдер интересна экономика, микро-макроэкономика, фондовые, валютные, товарные, сырьевые индексы. Что там происходит у вас в СМИ, о чем там они вещают, как они на ваших нервах играют, мне глубоко похую. Это во-первых. Во-вторых, индекс ММВБ закрыл свой ебучий гэп на ебучем уровне 2300 ебучих пунктов. С чем я могу всех и поздравить. Почему? Потому что об этом я говорю уже с начала сентября. Об этом я писал такие сатирические посты еще 14 сентября, 6 дней назад. Активно напоминал о всем происходящем на протяжении сегодняшнего утра. Ну и, соответственно, большой прогноз того, как будет торговаться российский рынок. Вот он перед вами. Большое двойное дно в виде теста пробоя данного калина и потом восхождение выше к уровню 2000, 700 пунктов, а может даже 3000, посмотрим. Ну и самый главный пост, который я публикал по ММВБ, это был пост 31 августа, где я четко показал, что лангунисты, антенисты, хуенисты вам пизда. Почему? Вас тут будут натягивать по всей строгости рыночных законов. Так что в конце августа, начале сентября я говорил, что эту дырочку мы смачненько закроем. А вот как будем закрывать, господа, глубоко насрать. Почему? Потому что вам, как участникам рынка, толпе, которая не понимает, как этот рынок устроен, вам всегда будут преподносить новости любого формата, что, мол, ой, посмотрите, там Иван Иванович обосрался. О-о-о, такую кучу наложил, пацаны, продаем позиции, Газпром продаем, к ебеням валим в ОФЗ. О-о-о, ОФЗ продаем, все продаем, нахуй надо, блядь, пойду там это покупать, блядь, подвалы, помещения. Вам будет такое преподносить, у вас будет такая же реакция, поверьте мне. Почему? Господа, рынок это математика, рынок это толпа, рынок это психология. И поэтому, как только этой толпе преподносят какую-либо сводку новостей, когда толпа сидит такая, за день ранен до этого массового кипиша, сидят такие, там, не знаю, кубинку пыхают и говорят, что, ну вот, бля, я сейчас тут где-то там залонгую, да, вот где-то тут на МВБ, там, ну это 2400 пунктов, сейчас с треугольника будем вверх выходить, вот туда на 2700, зарабатываем много бабок, уеду на Мальдивы, сниму себе латент их, ну там, туда-сюда, вы поняли. День спустя, хуяк, красная свечка. Че-то как-то там Мальдивами не пахнет, не так ли? День спустя, я не с целью того, чтобы кого-то подъебать, я с целью того, чтобы вам внести ясность, что вам приподнесли новости тогда, когда ММВБ был в дивергенции на дневном графе, когда имелась щель, когда я вам также неоднократно говорил, что здесь имеется боковик, боковой диапазон проторговки, и нижний грамм боковика проходит вот на этом уровне, 2230 пунктов. Соответственно, сюда, вот первая цель, 2300. Можем ли прийти на 2200? Да, можем. Если вам подведут еще порцию говнюца, таких жестких, лютых новостей по всем фронтам. Сюда тогда можем приехать, и будет тест уже формации двойное дно. Вынос, тест, проторговочка, ведь там двойного тройного дна и поток распределения. Распределение может быть на чем, на чем угодно. Поверьте мне, рост даже возможен, невзирая вот на эту новость про налоги. Почему? Потому что в «Газпроме» все еще эти сраные 51 рубль дивидендов на акцию находятся на балансе компаний. Сейчас расчехлять «Газпром» дивиденды, вот ради вот этого всего, что вы сейчас читаете на экране, я ссылаюсь сейчас на издание «Коммерсант», которая новость опубликовала. Сейчас бабки эти, скорее всего, туда выплачивать не будут. Ну, то есть, вкладывать на налогообложение, на повышение НДП и прочее в этом духе. Это, вероятно, будет только в будущем, через полгодика, когда новую прибыль компания заработает. Ну, и ряд других углеводородных компаний в том числе. Вот. И, соответственно, широкий негатив, вот то, что сейчас происходит в СМИ, то, что вам средства массовой информации публикуют, информацию, не буду ее озвучивать, вы знаете какую, потому что вы мне сегодня целый день ее пишите, и я пытался всячески ее не озвучить. Я ее озвучить не стану, не хочу, потому что мне как-то неинтересно, мягко говоря, все происходящее сейчас. Вот. Соответственно, рынок пошел вниз, и сейчас он, если этот негатив себя впитает, вот сюда толпишка шартунишек посадят, да, а вот потом по такому макару полетим. Волна АБЦ, бла-бла-бла, и пять волн восходящего движения. Вверх. Но сейчас, естественно, об этом говорить не модно. Почему? Потому что рынок как бы на минимумах. В рынок вообще все боятся сходить, да и т.п. Ну, ради бога, никто не против. Ну, а просто учитывайте, что и на недельном граевке по ММВБ конвергенция все еще сохраняется, во-первых. Во-вторых, двойнуха имеется, вынос, тест, проторговочка, и потом будет новое распределение. С высокой долей вероятости. Почему? Потому что там может быть и Газпром дивиденды одобрит, может еще чего. Может быть там средства массовой информации не будет вам такой ажиотаж публиковать, какой сегодня публикуют. Но роли не играет. Потому что в остальном, даже если смотреть на волновую картину российского рынка, вот после такого движения нисходящего, всегда следует движение восходящее. А по сетке Фибоначчи где-то оно находится близ трех тысяч пунктов. Вот просто математика. Поэтому я свои мысли так или иначе высказал. Соответственно, я позиции по российскому рынку постепенненько подыскиваю. Да, вот пока такая паника, пока Шушера, пока Рамагеддон. Я еще на чем уже было бы подзаработать. В принципе, какие-либо позиции я готов буду найти. И потом их опубликую на нашем публичном портфеле. Соответственно, я еще выскажу мысль следующего формата. Смотрите, если уж вы убеждены, что все, это конец. Это пиздец. Блядь, сейчас орбита с планеты сойдет. Вы можете как поступить? Закрыть все к ебеням позиции? Послать нахуй этот фондовый рынок? И пойти эти ваши бабки проинвестировать во что-то физическое. Ну, например, погреб. Или импровизированный бункер. Скупить стройматериалы, да, раскопать какую-нибудь там яму на даче. И ей эту ямку оснастить. Хотя, с другой стороны, признаюсь честно, я в свое время очень сильно любил игру Fallout. Это нулевые годы, были даже десятые годы. И знаете, что мне в Fallout больше прикал в этой игре? То, что в каждой из серии это игр Fallout, Fallout 3, Fallout New Vegas, Fallout 4 потом. Это был постапокалиптический мир после ядерных бомбежек, скажем так. И каждый раз, где бы я ни гулял по просторам пустоши, да, что бы я там ни сталкерил, мне каждый раз попадались бункеры, да. И в этих бункерах, кто был импровизирован в бункерах правильно? Два-три уже ступивших к создателю человечка, которые в жизни заплутались. Я все к чему веду? Я веду к тому, что если будет пиздец какой-то, деньги вам больше не потребуются. Вы это запомните. И ничего вы потом с этим не сделаете. Вы просто примете ту участь, какая будет. Если. Опять же, ключевое слово «если». Возможно ли это «если»? Я сомневаюсь, потому что любой человек, как любое живое существо, любое живое животное, оно инстинктивно понимает, где находится красная черта. И эту красную черту, за счет своих инстинктов в виде страха, а страх это главный рептилоидный инстинкт, страх не дает пересупить эту красную черту. Я, конечно, не настаиваю на своей философии, на своей правде, но я хочу, чтобы вы об этом задумались. Потому что вы сегодня строчите целый день эти вопросы с происходящим. Я еще раз скажу, я это все обозревать не собираюсь, мне это неинтересно. И мне интересно, что? Трейдинг, фондовый рынок, инвестиции, макроэкономика, микроэкономика, финансы, вотерсель и т.д. и т.п. Мне это ближе. А что там вам глашатая местные говорят? Это уже их хлеб, это их работа. Глашатая на то и создано, чтобы глашатать, т.е. говорить. Они тем самым глашатаяством привлекают массы в свое поле зрения. Это их хлеб, они с этого зарабатывают. У меня заработок другой, это финансовые рынки. Так что, думаю, итог каждый предпримет сам, и поверьте мне, я вам рекомендую меньше паниковать. Особенно сейчас. Повторюсь, если что-то эдакое произойдет, там, такое сверх супер мажорное, да, там, сверх супер форс мажорное, вы на это никак не повлияете. Вы с этим смиритесь. И, соответственно, смысл забивать мозги тем, что вы не сможете исправить, если вы можете сейчас, грубо говоря, себе там и торговать. Зарабатывать деньги на рынке, пока вам вообще-то позволяют еще делать. Так что, мозги, ни мне, ни себе, пожалуйста, не ебите. И время свое на панику поменьше тратьте. Как говорится, делай то, что должен делать, а дальше будь что будет. Я думаю, вы, мой посыл, прекрасно поняли. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok